Давайте с экономики начнем. Смотрите, Польша без возвратных средств накачали, по некоторым данным, около 100 миллиардов долларов за все время ее реформирования. С 89-го по нынешний период. Европа платит за Польшу, бесплатно отдают. А им не надо возвращать эти долги, это в виде всяких пожертвований в частные фонды, конкретных грантов, конкретных отдельных программ помощи и прочее, надавали 100 миллиардов евро примерно. Евро, да, за этот период. Нам ни копейки не дали без того, чтобы ее надо было возвращать. О чем нам это говорит? То есть нам дают только кредиты? Только кредиты. В разных вариантах. О чем нам это говорит? То есть не только возвращать, но еще проценты платить. Да, старая Европа считает Польшу Европой и беспокоится о ее судьбе. Готова бесплатно платить за ее социальную реструктуризацию, перевращение в старую Европу, в ядро Евросоюза. А Украину не считает Европой. И мы берем кредиты и платим за европейские иллюзии. Европейцы нас Европой не считают, потому что они не дают нам ни копейки бесплатной помощи. Кроме самых таких вот мелких отдельных, там миллионы, но это для них как прикурить от этого миллиона, от 10 миллионов. Поэтому как бы это надо понять. Они не считают, кем мы являемся. В Европе нет консолидированного мнения относительно того, что делает с Украиной. Либо пытаться перетягивать их к себе, а им лень. Они не справляются с этим. С Грецией, с мигрантами, с самыми странами, думают об этом. О Польши, опять же. Либо отдавать России, и хай она уже правит этой Украиной, и имеет ее и так далее, и так далее. Паритет. Очень много голосов в пользу того, чтобы отдать нас России. Кто в этом процессе? Украина. Это мяч, который пинают ногами большие геополитические игроки. По одной простой причине. Потому что мы не являемся субъектом. Не потому что мы маленькие. Мы крупнейшая страна Европы. Не вынуждено осмалить или нет кадров. У нас огромный научный потенциал, кадры, высшие учебные заведения и так далее. Они, конечно, чуточку отстали, но все это можно... Не надо создавать заново, как Петр Первый создавал. Почему ИГИЛ, у которой гораздо меньше вооруженной силы, чем Украина, у которой меньше денег, чем Украина, является серьезнейшим биополитическим фактором, а мы не являемся никаким фактором. Мы объект. Потому что у нас нет глобального проекта. И нет проекта, нет субъектности, железной закономерности.